Деньги американских налогоплательщиков выбрасываются на иракский ветер. Такой вывод можно сделать из доклада генерального инспектора по реконструкции Ирака о нецелевом и неэффективном использовании федеральных средств США в этой стране. Эксперты заявляют, что самые затяжные войны в истории Америки привели к неоправданным тратам, и правительству следует извлечь из этих компаний важный урок. Финансовую сторону войны изучил корреспондент Артевяев в американской столице Александр Панов. Начать войну легко, закончить трудно. Этот афоризм Эразма Роттердамского любит вспоминать президент Обама, который гордится тем, что при нем войны в Ираке и Афганистане будут завершены. Они оставят после себя не только людские потери, но и огромные бреши в американской казне, в том числе из-за неконтролируемых расходов. По Ираку финансовые убытки в основном подсчитаны, Афганистан еще ждет своих аудиторов. Генеральный инспектор по реконструкции Ирака обнаружил около ста случаев мошенничества и других уголовных преступлений, которые завершились вынесением судебных приговоров. Сэкономлено почти 2 миллиарда долларов из кармана налогоплательщиков, которые были бы потрачены в Ираке впустую. И тем не менее, в завершающем докладе комиссии говорится, основные проблемы все еще не решены. Главное предложение, итог почти 10-летней работы аудиторов в Ираке создать новое агентство, которое будет главным координатором усилий гражданских и военных служб по восстановлению тех районов, где вели боевые действия американские войска. Не надо сразу отметать это предложение под тем предлогом, что у нас больше никогда не будет повторения Ирака и Афганистана, масштабных войн, связанных с длительной оккупацией. Я убежден, что Ирак и Афганистан стали таковыми и длились 9 и 12 лет, потому что у нас не было ни общего плана, что делать после вторжения, ни органа, чьей прямой задачей было бы восстановление нормальной жизни, ни независимого контроля за расходами. В первые полгода оккупации Ирака американской временной администрации были потрачены 9 миллиардов долларов из казны этой страны. Абсолютно бесконтрольно, куда они ушли, следы так и не найдены. Три ведомства, Министерство обороны, Госдепартамент и Агентство по международному развитию первые годы в Ираке вообще не координировали свои действия. Американцы планировали истратить на восстановление Ирака меньше 2,5 миллиардов долларов, а потратили 60 миллиардов. В 40% американских строительных проектов аудиторы обнаружили серьезные недостатки, в том числе связанные с коррупцией. Система водоочистки Филлуджи стала символом неэффективности восстановительных работ в Ираке. По мере строительства проект подорожал в три раза, завершен на три года позже срока и служит втрое меньшему количеству жителей, чем планировалось. Сам проект оказался не единым строительством с конкретным подрядчиком, а комбинацией из 49 различных контрактов. У семеняне, как известно, и все же создание еще одного бюрократического аппарата, когда страна и так переживает секвестр бюджета, проект спорный. Расходы будут очень скромными по сравнению с отдачей нового управления. Это 25 миллионов долларов в год. При этом будет выполняться объем работы, на оплату которого сейчас уходит в пять раз больше денег налогоплательщиков. Главное возражение против создания нового офиса, наученные горьким опытом недавних войн, американские президенты вряд ли рискнут в обозримом будущем вновь тянуть страну в длительные вооруженные конфликты. Александр Панов, Дмитрий Шахов, РТВА, Вашингтон.